Начинается у нас Гранд Финал. Играем мы по системе 2 бо 3. Дед как из Венеров он имеет преимущество, поэтому до Винчи нужно 2 бо 3 выиграть, а деду всего лишь одно. Первая карта до Алина кактусов. Игроки уже встречались, дед довольно таки уверенно выиграл 2-0. Вот. До Винчи в прошлой игре в лузерах выиграл Фикуса 2-0. Хотя там не было прям какого-то огромного преимущества, но получилось как получилось. К сожалению для Фикуса. Честно говоря, немножко болел, чтобы он выиграл от ВКТ. Хотелось, чтобы Фикус воспринял духом, выиграл ВКТ, затащил Гранд Финал КВ. И все. Кросс респауны опять же, то есть не знаю, в своей игре тут невозможно что ли не кросс респаун, на 5 часах дед, на 11 часах до Винчи. Не знаю, до Винчи конечно фигово в ТВТ, но я думаю у него вполне есть шансы, до Винчи не делает стенку смотреть. Все таки он не делает стенку. Как и дед. Ну дед вообще, в принципе, кто-то не делает. Барак до барака, газ до барака, простите, барак до барака с ума сошел. 12-й газ, а дед будет стоять 12-й барак. Дед открываться будет, как открывался на второй карте в Боу-3 их первом лузе в Виннарах. Ну а до Винчи решил все таки опять же, без стеночки, с фаст, с технологиями, поехала разведка, найдется второй попытки. А дед вообще в Ферс ЦЦ играет. Вот так вот. Дед решил поддаться, что ли? Да значит. Дед и поддаться не верю. Ну просто решил сыграть Ферс ЦЦ. В ТВТ интересная тема. Давненько я в ТВТ еще Ферс ЦЦ не видел. Вот дед молодец. Почти каждую игру играет по-разному. Везетно молодец. Что мне в ТВТ нравится. Четкость, то что он никогда очень грамотно, позиционно играет. И действительно старается играть разнообразно. Старается играть разнообразно. Давненько правда найдет это все очень быстро и поймет, что там есть. Дед едет на разведку и сейчас они встретятся. Сейчас они встретятся, поцеловались и поехали дальше. Сразу два барака естественно. Надо защищаться же. Хотя если давненько играл бы через рипера, раннего деду было бы не так все просто. Очень непросто. Рипер мог нахарасить. Хорошенько так. Если он по идее где-нибудь уже сейчас бы вылетел и улетел. Хотя не успел бы, в одном случае не успел бы, там потом будут маяки. Ладно. Если бы до краба, опять ерунда, все. Будет у нас баньша. Будет у нас баньша. Как только будут минералы поставить Старпор, потом будет пристройка лаба. Вот где-то сейчас тоже с второй попытки нет оппонента. Маяки, наверное, должны стоять где-нибудь тут, чтобы встречать КСМку не дать. И заехать, чтобы деду пришлось страть. Газ отменен. Довинчи отменяет второй газ. Делает гелионов. Он будет делать передроб майки гелионы, да? По ходу дела. Ну, конечно, что где-то все равно светанет. Сейчас где-то на 5.30, там на 5.50, может быть. В таком каком-то промежутке. Но в любом случае свет кинет и это увидит. С другой стороны, что-то будет сложно отбивать. Там все-таки медивак, марики, да, без тимпака, без щитов. Но там ничего, и гелики есть. Ой, да, Винч выпадает в очень неприятный соплей блот. Да, он будет недолгим, но он очень неприятен. Когда ты делаешь пуши, блин, в сопло-бурке сидеть просто невозможно. Ну, очень хреново, очень хреново. Бункер валбу тем временем делается, если вдруг будет заезд с дропом майков, например. И дед до сих пор не светит. То есть, все-таки я ошибся, дед не будет светить, что там есть ударейщи. Думает, что отобьется от любого. Добавляет он первую пристройку. Это, естественно, лаба для стимпака. Факту пока что так же не ставит. И вот он, поехали гелионы, побежали майки и свет. Свет, который, в принципе, все понял. Часть майка возвращается на мейн, часть майка садится в бункер. Ну, остальные майки уже будут на мейн, наверное, подделываться и там стоять. Сейчас, главное, ни одному, ни второму не попадают в сопай-облоки. Факта от деда довольно-таки позднее. Он выигрывает 7 рабочих за счет раннего СССР, за счет ферс СССР. Что, в лоб будут атаковать до винчи? Тут бункер, свет, майков нет. Все-таки будет передроб, но где-то его ждет. Где-то его ждет, потому что он тоже, так иногда, играет ТВТ. То есть, передроб гелиона мариков. И прекрасно понимает, как это контрить. ТВТ очень грамотно. А до винчи будет играть в мех. Передроб геликов, где-то сразу его встречает. Убивает одного гелиона, не теряет ни одного морпеха. Ну, и продолжает клепать там свою армию марики, 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 марики. До винчи же будет играть в мех, добавляет две факты. Старпорт у него давно уже готов. Второй газ пошел. СССР ставится. Ну, по рабочим уже плюс 11. Убивается еще один гелик. Майки выживают. Пошел в старпорт поздний, но все-таки пошел. И до винчи будет пытаться давить в лоб. Но, опять же, тут есть бункер. И это будет еще потери. Еще минус один маяк, еще минус один гелик. Еще минус один гелик. Не успевает до винчи контролить. И... Попотерим. 636 на 0. Ну, и лимит X2, правда. Ну, было там 60 на 31 почти. У деда все очень хорошо. Плюс дед, кажется, светит. Да, светит и видит, что там мех. А видишь, там мех он просто, например, мог бы... Да, лаба вторая пошла. Все правильно. Пошла вторая лаба. Ждет передропа. Медивак пустой улетает назад. Будут скоро первые медиваки. Можно добавлять третье ЦС. И это будет третье ЦС сейчас. От деда. Третье ЦС же, да? Ну, по идее, да. Плюс один. С темпак готов. Щиты можно сделать. Вот они, щиты пошли. Третье ЦС пошло. Единственное, что до винчи пофигу сейчас на лимит. То, что там сильно отстает. Если он сможет наклепать какую-то защиту себе, играя мехом, а он, скорее всего, сможет это сделать. Чтобы отбиться от первого пуша. И не даст деду сильно расхамиться, то какие-то шансы затянуть игру, именно играя мехом, у него есть. Ну, не дропая два гелика, наверное, все-таки. Хотя, ладно. Хочет дропать два гелика, пускай дропает. Пускай два гелика, ну, я думаю, они вообще ничего не убьют. Делается первый танк. И выход, выход. Из бункера бушмайков забирать. Стимпак готов. Плюс один готов. Конкассер будет готов. Щиты будут готовы. Бункер, смотрите, идет очень аккуратно. То есть, он делает выход, не убирая из бункера майков, оставляя дома танк. И оставляя дома дотекания. То есть, этот дроп, он очень быстро отобьет. Ну, может быть, там 4-3-5 рабов потеряет максимум. Лимит боевой примерно равен. Плюс 6 рабов. То есть, ой, какой боевой лимит. Лимит рабов примерно равен. Заезжают два гелиона. Пытаются убивать КСМ-ку. Минус одна КСМ-ка. Ну, и... И, в принципе, все. А Дед сейчас будет делать передроп на мейн. И там всего лишь один танк. Да, летает Викинг. Но там всего лишь один танк. Тут два танка. И, опять же, плюс один есть. Викинг убивается очень быстро. Ну, Дед просто может и улететь. Или на танк дропнуться. Или легко улететь. У него сейчас огромное преимущество. Браки достроены. Трид-Ц перелетает. Грейды, правда, не делается. Потому что Арсенал забыл Дед влепить. Пока контролил, отбивал дроп. И там в атаке. По рабочим до Винчи почти догнал. Дроп возвращается назад. Очень опасно. Где-то он мог сбить спокойно. Тут два Викинга летают. Танки уже тут. Тоже танки. Ну, сейчас уже нормальное количество танков. И, как бы, до Винчи отобьется. Если будет атака в лоб. Деду нужно разводить как-то. Ой, сейчас можно будет. Минус дроп. Минус полный дроп, шип. Отлично. До Винчи тут. Викингами с вами поймал армию. Отлично поймал армию. То есть, отлично поймал дроп деда. Сейчас дед, правда, может Викинга за это забрать. Это слишком нагло было. Я мог бы забрать второго. И забираю. Два Викинга на один в полный дроп шип. Ну, более-менее. Неплохой размен, учитывая преимущество у деда. Сопла и блоки. До Винчи сейчас будет сеять очень-очень долго. Добавляется арсенал только-только-только. А у деда до сих пор арсенала нет. Вот он только-только достраивается. То есть, два-два-то у него могли намного раньше пойти. А у Довинчи, 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 Довинчи. Арсенал один есть, добавляется второй. Ещё две факты. Третий ЦЦ. На 30Ц он пока что не вышел. Один на 30Ц уже работает. 52-46 парабам. Минеральный инкам выше. И идёт выход. Идёт выход. Ну, сложно нападать. Опять же, может быть, как-то на мейн дропнуть. Треток нет. Два викинга можно и пролететь мимо. Полетел дроп Хелбатов. И Довинчи сейчас его спалит. То есть, дед его спалит. Да, дед дроп палит. Понимает, что там будет дропшип. И тут просто армия нужно, наверное, вывести часть. Пытался на третью нычку зайти. Думал, что третий стоит. А её тут и нету. А её тут и нету. Свет. Видит кучу танков. Хелбатов. И сейчас третий как раз полетит у Довинчи. Но пока что её там нет. Дроп на мейн. Минус полный дропшип. Медиваг и два Хелбата. Можно дропить, кстати, и Гиллионов. И будет четыре. А потом трансформировать в Хелбат. Как же так. Преимущество у деда полимит, конечно, колоссальное. Но, опять же, это мех. Правда, сейчас ЦЦ будет убита. Ну, как-то вот без... Нельзя так лететь просто ЦЦ третьим. На пофиг. Сейчас дед просто забежит и ещё и на муви может словить. Но далеко он был. Далеко. У Довинчи будет шанс разложиться грамотно. Там, где нужно раскладываться. Хотя и у деда есть шанс сейчас на муви всё это поймать. Дело действительно. Уже нету. Уже нету. Довинчи всё видит. И просто раскладывает танки. Сплетится. И не даёт перелететь третью муви ЦЦ. Самому он давно во всём работает. Получает первый залп Довинчи. Подлетает викингами. Сейчас дед получит залп по майкам. Дабл дропши полетит на мейнте. Время про там туреток кучи дед не прилетит никуда. 2-2 у него почти доделались. Два танка перекладываются ближе. Сейчас дед потеряет танк. Может быть и два. Второй он всё-таки не потерял и отходит назад. Ну 200 на 147. Да, казалось бы. Казалось бы огромный лимит. Там в том же ПВП или в ЗВЗ особенно. Если ты имеешь 50 лимит, то ты выиграешь. Но это ТВТ. Это поганая ТВТ. Если один играет в мех, то ты просто вынужден сидеть. Не можешь на него напасть. Поэтому я за то, чтобы отменить вообще 200 лимит. Их было сколько хочешь. То есть хочешь 2000 лимита успеть сделать, успевай. Будет честно. А не так, чтобы там 110 лимита меха сидел. Но я не говорю про эту игру конкретно. А вообще. ЗВНич тем временем делает выход. Дед его палит. И можно с двух сторон зажать. Было бы. Или вообще сейчас нам... О, сейчас Дед может сделать дома отбиться. А тут пойти, например, в какой-то размен. Правда, он теряет медиваки. Как-то на клике такое ощущение. Через мув куда-то он там на Ф2 пошел. Полетели дропы. Сейчас минус полный дроп, шип 1 будет. Ой, минус полный дроп, шип 2. И это как-то очень плохо эту игру сыграл. Ужасно плохо. Да, у него там 3-3 делаются. Четвертая нычка встала. Но... Он только поотдавал сейчас. Ужасно. Просто ужасно. Да, у него есть, конечно, какой-то лимит. Если он на муве как-то мех поймает, у него есть шансы. Лимит-то примерно одинаков. Но... Это мех. Когда меха примерно одинаково, это очень плохо. Раскладываются танки. У Деда раскладываются они раньше, естественно. Но там танков намного меньше. Деду... Ну, клепаются по два танка. Но... С равно он не догонит. Единственный шанс как-то на муве ловить. Возможно, с двух сторон и так далее. Он поэтому пробивал эти камни, пытался их пробить. Дропаться бесполезно. Слишком много викингов. Подвигается мех чуть ближе. Получает залп. Мех. Да Винчи продвигается ближе. Минус один медивак. Практически был минус один медивак. Раскладывается. В таком месте раскладывается. Можно сюда... Как-то, блин, не сытно с двух-трех сторон забежать. И Дед делает армию, как раз, чтобы с двух сторон пытаться атаковать. На лом от Да Винчи пошел. Часть танков разложена, часть нет. Дед очень неплохо принимает именно позиционно армию. Но, с другой стороны, он отдает вот эту часть армии. И Да Винчи продавливает. Да Винчи продавливает. Хотя нет, смотрите. Не продавливает за счет дотеканий. За счет все-таки добегания нескольких мародеров с этой стороны. Дед отбивается. И размен примерно в ноль. Да, у Да Винчи размен получился больше. Но в плюс ему тут. Хотя, если брать меховый лимит, то, конечно, умеется. По ресурсам. Но я имею ввиду чисто по лимиту. Чуть-чуть плюс, наверное, все-таки разменялся у Да Винчи. Но, Дед-то отбился. Молодец. Я думаю, уже, честно говоря, все. Наверное, за счет 3-3 как раз своих и отбился. Тут 2-1. Там были 3-3 мародеры, которые все-таки, несмотря на залпы танков, пробежали. Пару танков дома, правда, еще и пару викингов у Да Винчи было. Может быть, их как раз и не хватило. Тут планетарка. Танки раскладываются. У Да Винчи раньше. У Деда все очень плохо в этом плане. Пару танк, конечно, некоторое время продержится. И танков не так много. Тут Деду можно спокойно отбить свою нычку. Лимита у него, тем более, опять уже больше. Но, понятно, что Билы быстрее отклепываются, чем Мех. Вот, можно было добавить еще, не знаю, может быть, третью фактовку. Хотя, может быть, это и рано. Итекание от Да Винчи чисто Гелеонов. Это будут, конечно же, Хелбаты. Полетел дроп, тем временем отделяем предполагаемую четвертую нычку Да Винчи. Может быть, он свернет, потом полетит на третью. Хотя, пару туреток есть. И четвертый как раз полетел, а только-то-то. Опять же, позиционные битвы Теренов. Где-то опять имеет намного больше лимита. Но, он не может на эту кучу армий наломиться. Нужно, я не знаю, там, с двух-трех сторон, если наломлются. И медеваки иметь. Дроп на четвертую. Слишком много дома армии. Геленый садским пламени вообще неплохо жарят. Мариков. Чинить, чинить нужно планетавку, деду. Ну, и тут, естественно, отбивается, отбивается Да Винчи. Но, смотрите, да, что один дропшип, несмотря на то, что его атакуют, с 3-3 под стимпаком может сделать. Тут, кстати, 3-3 скоро у меха будет. Не знаю, дед на муви куда-то идет, налом, короче, от деда. Стимпак. Танков очень мало. А где-то тут Да Винчи танков немного потерял. Дед отбивается, отбивается. У него лимита почти 200 на 110. А, вот с этой стороны где-то забегал, видимо, пока я смотрел дропшип. Как отдавался. У Да Винчи очень много ццшек. Добавлены уже старпорты для воронов и так далее. Но, чем он сейчас будет эти 200 лимита деда отбивать? Да, есть, конечно, танки. Четыре там хелбаты, два танка на мэйне, все дела. Но, деду очень много по лимиту. Хотя Да Винчи догоняет, но это викинги, викинги и пять танков в заказе. Успевает ли Да Винчи защититься или нет? Дед пришел, успел все-таки дед зайти. Да, танки разложились, но слишком много мародеров. 3-3 пока что у меха нет. Дед отступает назад. У него тоже очень много танков. Позиционно он неплохую позицию занял на пригорке таком. Если бы еще одновременно сделал дроп сюда, на четвертую было бы вообще все отлично. Но Да Винчи нужно как-то защищаться. Ему сейчас, наверное, не до того, чтобы строить что-то в старпортах. Ему нужно строить танков, гелионов и просто защищаться. Просто как-то защищаться от этого всего. Если он отобьет эту осаду деда, выбьет, у него будут шансы дальше. Потому что работает четвертая, сделана пятая. Можно ставить... Ой, танки как теряет Да Винчи. Да Винчи очень хреново сейчас побился. Он потерял огромную кучу войск вот на этих четырех танках. Шесть, четыре, семь, один. А это все мех, это не марики. Ну и дед просто сейчас будет забегать на четвертую, скорее всего, и убьет. На, дед выигрывает первую игру, это уже понятно. Хотя у Да Винчи были вполне все шансы, чтобы ее выиграть. Досадно, конечно, это все получилось. Майки под стимпаком, даже несмотря на то, что их мало. Да, тут мародеры еще, ну и Да Винчи пишет Джей, все понимая. Был шанс, был очень неплохой, хороший шанс. Я думал, что Да Винчи уже продавил деда. Но дед вырулил как-то. За счет более грамотных позиций, сражения принимал. Может быть, не совсем грамотно в начале, да, когда я там говорил, что-то с дедом случилось. Но зато в конце, вот, особенно в конце, очень грамотно принимал же опять бои. И осаживая, когда была осада третьей нычки Да Винчи, где-то там на этих четыре, четыре эти танки убило столько войск. Это просто жесть. Просто жесть. Что? Создать. Создать. Уверпинг же ждет в первую игру, да Винчи должен создавать, мы ждем. Ждем приглашения в игру. Вот. Временем у нас уже Скоро совсем стартует и расстрел, сетка уже готова. Вот очень хорошо, у нас скоро будет КВ. КВ, КВ и еще раз КВ. Уверпинг не приглашает пока что, к сожалению. Да, четвертого числа у нас первые игры, первый и второй состав играют у нас. Первый в двадцать один, второй в двадцать два. Готовьтесь, готовьтесь, товарищи, кто слушает сейчас. А теперь мы ждем, пока до Винчи создадут очередную карту. Ну, не идет у него то вот так, к сожалению. Ничего-то не сделаешь, тем более очень обидно, досадное поражение сейчас. Мог вполне выиграть, вполне мог. Ждем до Винчи, надеюсь, он будет доигрывать, не скажет. Так, пошло все нафиг, я пробежал. Так, приглашение, приглашение, приглашение. Так, пока нету. Напишем до Винчи, хотя, наверное, он сам знает. Вроде он подумал, что одной игры достаточно, нет, Бу-3 у нас, Бу-3. Завтра мы сыграем в КВ, тогда не отвлекаясь на прикладному турнир, потому что мы его сегодня доиграли. И сегодня мы узнаем четвертую, четвертого победителя от Булочных, который выйдет, соответственно, в Гранд Финал. В общем, основной турнир. Ванниская советская станция, опять же, карта, которую Дед очень любит. Дед сыграл в тригры абсолютно по-разному и, несмотря на это, все три игры выбрал. Немножко, конечно, печально для Деда Винчи. Но, опять же, ты вот это, вот это, вот это, вот это. Но самого очень фигово-то. Вот это, вот это какая-то зеркалка неплохая всегда была. Опять же, за счет грамотного принятия и занимания, занятия позицией грамотным. Вот, не... Ой, на золото что ли сразу, да? Чего? Это не назвал, вот это называется Rage, Rage Game. Фига все это. Я думал, Довинчи такой спокойный всегда, особенно на стримах и так далее. Я вообще думал, что он никогда не горит. А это что-то подгорело, ребят. Чуть-чуть. Девает, что где-то отобьется, естественно. Микро КСМ, на это можно смотреть бесконечно. Так, заканчивается у нас ВКТ. Где-то побеждает 2-0 в гранд-финале. Всем спасибо, кто смотрел. И всем пока.